Хочу напомнить, что в соответствии с письмом Минтруда у нас базовая пенсия будет претерпевать изменения. У нас размер базовой пенсии будет повышаться с 54 до 70% и максимально со 100% до 120%. При этом предоставили график в 2023 году будет с 60 до 100%, с 24 до 65 до 105%, с 25 до 70 до 110%, с 26 до 70 до 118%, с 27 до 70 до 110%. А как это будет выглядеть в годах? То есть какой стаж в полных годах нужно иметь, чтобы получать вот эту базовую пенсию? Для этого я создал вот такую таблицу, чтобы вы поняли. И давайте посмотрим ее на примере 2022 года. Вот давайте смотрим. В 2022 году от 54% до 100%. Как считается? Ну очень просто. 100% это максимальная базовая пенсия, минус 54% то есть это минимальная базовая пенсия. Получается 46%. Мы знаем, что за каждый полный год дают 2%. Значит 26 делим на 2, получается 23 года. За 54% за минимум дают, если у человека есть от 0 до 10 лет, то есть за 10 лет. Соответственно 23 года плюс 10 лет получается 33 года. То есть, чтобы получить 100% прожиточного минимума, то есть в виде базовой пенсионной выплаты, нужно иметь 33 года стажа в 2022 году. В 2023 году минимум будет выплатиться уже 60% и не 54, а 60% это за 10 лет. Соответственно потолок будет 100%. Считаем также 100% минус 60, получается 40, делим на 2, получается 20 лет. За 60% 10 лет, соответственно стаж нужен всего лишь 30 лет. В 2023 году. В 2024 году нужен стаж тоже 30 лет. В 2025 году, чтобы полную базовую пенсию получить в виде 110%, нужно тоже 30 лет. В 2026 году, чтобы получить 118%, нужно уже 34 года. Видите какой скачок. И в 2027 году нужно иметь 35 лет стажа. То есть, получается в 2022 году стаж нужен для полной базы пенсионной выплаты 30, потом идет падение на 3 года, потом идет резкое падение на 4 года в 2026 году, и в 2027 году надо иметь 35 лет. И, наверное, так дальше будет. То есть, требования к базе пенсионной выплаты повышаются. Но, кто выигрывает? Выигрывает 2023, 2024, 2025 года. Вот у них самый меньший нужен стаж для получения базы пенсионной выплаты. Вот такие вот вещи. Кому интересно, вот это письмо я выложу в телеграм-канал. Вот именно с такими пояснениями. Потому что, смотрите, стандартно письмо выглядит вот так. Без никаких пояснений. Здесь есть исполнитель, все реквизиты. Я же выложу письмо вот такое, чтобы вы понимали, где будет вот такой пример. Когда мы этот пример вы будете видеть, то есть, поймите, это не реагинал. Я специально выделил это цветом. Цвет нестандартный, красный. Здесь бордовый, здесь зеленый. Чтобы вы видели, что это не первоисточник, как вы поняли. Но зато здесь пояснение, какой стаж нужно иметь. От этого у нас и таблицы разнятся. Поэтому, когда я предлагаю таблицы для самостоятельного расчета базы пенсионной выплаты, у нас до 2022 года, до 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 годов разные таблицы. Потому что разные требования к расчету стажа для получения базы пенсионной выплаты. И обратите внимание, размеры растут в 2023 году от 60 до 100%. В 2024 году от 65 до 105% от прожиточного минимума. В 2025 году от 70 до 110% от прожиточного минимума. В 2026 году от 70 до 118%. Но и требования, видите, растет. И в 2027 году от 70 до 120% от прожиточного минимума. Вот такое видео. Кому интересно, ставьте лайк. Доброго дня. С наступающим вас Новым годом.